Некоторые люди говорят, что финансы это неинтересно и некрасиво, ничего там нет красивого. Но посмотрите на эту картину. Она прекрасна. И что в ней прекрасного, я сейчас вам расскажу. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сегодня у меня хорошее настроение. Потому что два события произошло очень интересных. Вчера прошла экспирация по индексу РТС. Она была очень успешная для меня. 6% за неделю. А второе, вот это вот картина, о которой я только что сейчас сказал. Итак, ну давайте, наверное, про экспирацию вчерашнюю. Ну, предыдущие видео у меня были посвящены всякому лесу, бабочкам, цветочкам. Я рассказывал о том, что у меня очень хорошая позиция по РТС. И можно совершенно спокойно поехать в лес и собирать землянику. И в том видео вы могли видеть, сейчас я, к сожалению, эти графики не могу найти, что позиция была построена так, что в достаточно хорошем диапазоне. Индекс РТС должен был, моя стратегия по индексу РТС должна была принести мне прибыль. Но во вторник, вернее второго числа, первое число у нас был выходной. И второго числа у нас была экспирация на второе число. И к этому моменту нефть подросла. И было очевидно, что индекс РТС подрастет. И там вот такая вот штучка была построена. И, ну, моя прибыль должна была несколько уменьшиться. И что я сделал с утра? Ну, с утра я совершенно спокойно зашел в эту стратегию, совершенно спокойно передвинул. Но, конечно же, движение было достаточно сильное, поэтому потенциальная прибыль у меня снизилась. И я, ну, вот один день в момент экспирации мне пришлось посидеть перед компьютером. Ну, почему? Потому что я немножечко рискнул. Вот, так делать нельзя, я еще раз повторяю. Вот, но, тем не менее, передвинул позиции и здорово рискнул. То есть я сдвинул позиции, я смотрю, прибыль маленькая, я решил ее немножечко увеличить. Поэтому я не просто передвинул позиции, а продал 11 опционов кол, вы видите. И потом еще подумал-подумал, думаю, маловато будет. И продал еще 8 опционов пут со страйком 122 500. Ну, это было, в общем сказать, достаточно рискованное занятие. Поэтому, да, позиции передвинулись легко, но поэтому мне пришлось сидеть и смотреть, ну, немножечко поволноваться. Ну, волноваться можно было только, ну, скажем, до обеда я еще что-то мог сделать. После обеда, посмотрите, проценты использования ГО 118.81. Но при этом вариационная маржа 5,555. То есть я выправил ситуацию, но просто немножечко смотрел и волновался. Потому что двигать уже было практически ничего нельзя. Вот. Ну, в результате, вот у меня, я тут показывал, моя зона спокойствия от 122 000 до 123 000. Это по индексу РТС. То есть от 122 000 до 123 000, если будет индекс РТС, то я буду в прибыли. Какая прибыль будет? Она может быть, вот как здесь, например, да, в районе 2 с чем-то тысячи, а может быть 5500. Вот такая ситуация была у меня. Ну, и вот он, результат. Посмотрите, я решил завести, наконец, табличку в Excel, в которой я решил следить за своими результатами. И вот этот, на этом счете по индексу РТС неделю назад, 25 июня, ой. Вот она. Неделю назад, 25 июня, вы видите, было 72 164 рубля. Через неделю 76 741 рубль. Это вчера на момент экспирации. И на 19 часов, что составило плюс 6,3% за неделю. Очень неплохой результат, согласитесь. За неделю 6,3% от счета, ну, так сказать, от суммы на счете. Это очень здорово. Но я повторяю, что я несколько рискнул. Вот. Такую табличку я решил ввести дальше. Вот она. Вот. Здесь у меня 6,3%. И еще по двум счетам. Здесь я тестирую свои стратегии по нефти. Еще по двум счетам. Ну, тот алгоритм, который вот я приводил в одном из видео, ну, он дает сразу убыток. Здесь были выходные, а потом, значит, этот убыток начал восстанавливаться. Но здесь экспирация будет 28 июля. Поэтому до экспирации будет болтаться здесь. В момент экспирации будет здорово вверх. Ну, по крайней мере, я приложу все усилия. Но там, где я хеджирую свои позиции не фьючерсами, а опционами, я говорил, что это можно сделать более аккуратно, более точно. Ну, ситуация сильно лучше здесь уже сейчас. Плюс почти 2%. И, естественно, к концу, в конце, в последние 2 дня, там все будет намного интереснее. Вот такая ситуация. Ну, а теперь к той картинке, с которой я начал. Посмотрите, как она прекрасна. Посмотрите, что в ней прекрасного. Смотрите сюда. Вот он, ноль. Видите, да? Ноль. Ноль соответствует цене на нефть. Это по нефти 38,4%. А все, что правее, все, что выше, чем 38,4%, это плюс. То есть, смотрите, ну, плюс будет самый большой, когда нефть будет от 40 до 43. Здесь будет максимальный плюс. Потом этот плюс снизится. Но все равно, даже если нефть улетит в облака, то у меня плюс, ну, примерно 836 рублей. Ребята, вот куда бы ни ушла нефть, можно спать спокойно. Прибыль будет, ну, либо очень, либо побольше, либо поменьше, но будет прибыль всегда. Вот. Почему здесь такого нет? Ну, пока нет. Потому что я этого не делаю, потому что это уменьшит всю планку. Пока нефть повышается, я здесь буду держать, потом я буду, соответственно, поднимать общий уровень. Вот такая красота может быть. Посмотрите еще раз. В широчайшем диапазоне от 38,4% и выше плюс. Только плюс. Причем я вот эту вот штуку могу прямо сейчас сделать так, что будет плюс уже всегда. То есть, сейчас это можно сделать, но он уменьшится. Я повторяю, я хочу, чтобы он был больше, поэтому я этого не делаю. Ну, 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 скажите, ну, разве это не прекрасно? Скажите, разве опционы это не хорошо? То есть, смотрите, какой здесь риск? Риск будет только, если нефть уйдет ниже, чем 38,4%. Посмотрите, сколько она сейчас, 42,78%. Куда она должна уйти? И кто-то еще скажет мне, что это, что фьючерсы это интереснее. Посмотрите, посмотрите сюда. Посмотрите, что такое 38,4%. Вот оно. Последний раз оно было на этом уровне где-то вот 11 июня. То есть, ну, до 38 за один день скатиться, ну, сложно, ну, согласитесь. И только тогда у меня начнутся убытки, например, да, но я же, так сказать, как бы, ну, мне просто, как бы, сигналы, хотя бы иногда я захожу сюда, и я смотрю новости. Поэтому здесь ничего не может произойти. Вот. Нефть растет, я доволен, и все хорошо. И опционные стратегии работают. Но если вы не поняли, о чем идет речь в опционных стратегиях, то я об этом рассказываю на своем курсе по опционам. Если вы еще не проходили и хотите присоединиться, пожалуйста, это есть. Ссылочку вы видите вон там, и в описании к данному видео сайт demetkov.com, как всегда, там все это доступно в записи. И я вам точно могу сказать, что это, ну, мне кажется, это самый лучший курс в интернете для начинающих, для того, чтобы, для тех, кто не знает. Ну, если вы вообще в бирже чайник, то еще и биржа для чайников будет вам там же. И практически за ту же цену, если вы ее не проходили. Вот такая штука, интересно. То есть здесь можно зарабатывать, вы видели, за неделю 6%. Сейчас сколько банк дает? Вы, наверное, слышали, что Сбербанк снизил процент по депозитам. И сейчас вы получите по депозиту сколько? Сейчас по депозиту вы получите, ой, я, честно говоря, даже и не знаю, там, ну, процента 2, наверное, в Сбербанке. У Тинькова, по-моему, 5%, я еще не видел, чтобы снизили еще. Ну, все идет на снижение, потому что инфляция снижается. Вот. И банкам наши деньги, ваши деньги не нужны, поэтому никуда вы не денетесь, вы придете на фондовый рынок. А для того, чтобы прийти на фондовый рынок, его надо освоить. Биржа для чайников. За прошлый год число клиентов перевалило за 5 миллионов на Мосбирже. Физических лиц все больше и больше людей открывают брокерские счета. И вы знаете, что кто не успел, тот опоздал. Кто первый открыл брокерские счета и успел разобраться в этом деле, он получит прибыль, так бывает всегда. А те, кто приходят в последнюю очередь, ну, это кормовая база будет. Кем вы хотите быть, кормовой базой или тем, кто получит прибыль, ну, выбор за вами. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. С вами был Демитков Юрий.